Привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как замораживать выпечку и готовые изделия из теста. Переносят они заморозку прекрасно, настолько, что даже если вы разморозите что-то и предложите это человеку, который не знает, что ест размороженную выпечку, он никогда об этом не догадается, потому что по вкусу и текстуре она один в один, как только что испеченная свежая. У меня здесь есть заготовки, я вам покажу на примере этих заготовок, как замораживать. Вообще можно много всего заморозить в домашних условиях, хлеб, булочки, пироги, пирожки, блины, пиццу, маффины, кексы, печенье, бисквитные коржи и так далее. Но есть выпечка и изделия из теста, которые не замораживаются, например, нельзя заморозить меренги, нельзя заморозить изделия с некоторыми кремами, например, из взбитых сливок, нельзя заморозить изделия с прослойками из желе, ну не будет радовать вас качество и вкус после разморозки именно этих изделий. Зачем вообще замораживать выпечку? Ну, во-первых, для того, чтобы упростить себе подготовку к какому-нибудь празднику, например, дню рождения или новому году вы можете заранее испечь коржи для торта или какой-нибудь кекс или пирог. Не надо это делать в день рождения, сделайте это заранее, например, за неделю или даже за месяц и освободите себе время для того, чтобы наслаждаться праздником. Еще одна ситуация, которая тоже подойдет для использования такой выпечки, это ситуация неожиданный гость на пороге. Ну, бывает такое, да, и чтобы не приходилось краснеть из-за того, что нечего подать к чаю или не нужно было бежать в магазин, просто открываете морозилку, размораживаете, например, в микроволновке. Все, через 10 минут вы хорошая хозяйка, которая может угостить нежданного гостя чем-нибудь вкусненьким к чаю. Ну и последняя ситуация, самая распространенная, которую я чаще всего использую, это чтобы дома всегда был запас какой-то выпечки для того, чтобы можно было порадовать себя, своих детей чем-то вкусным к чаю или на завтрак. Такой небольшой запас домашней выпечки, он действительно очень часто выручает и очень-очень здорово, если он есть. Есть несколько правил заморозки. Первое из них, замораживают только свежую выпечку. То есть, если у вас пирог простоял 4 дня, его никто не хочет есть, а вы потом его заморозили, то и после разморозки никому его вкус не понравится. Поэтому только свежая. Если вы готовите из дрожжевой выпечки, вот, например, как пирожки у меня здесь, то дрожжевая выпечка должна полностью остыть и только после этого вы ее замораживаете. То есть, ни в коем случае она не должна быть теплой. Покажу на примере выпечки блинов. Вот смотрите, у меня здесь блины двух видов. Просто испеченные на сковороде блины. Их можно заморозить, чтобы потом быстренько утром разморозить. И уже блины с начинкой. Здесь творожная начинка. Сначала покажу, как замораживать блины с обычной творожной начинкой. Тут все достаточно просто. Я их замораживаю в контейнере для заморозки. Вот, нам понадобится пищевая пленка. Нам понадобятся сами блинчики. Все, никаких сложностей с самими блинчиками тут не будет. В моей семье 5 человек. Поэтому вот это все количество блинчиков я делю на 2 части. По 6 блинчиков. Так. И упаковываю вот в такие контейнеры. Если я хочу, чтобы контейнеры и сами блинчики сохранились длительный период, например, больше месяца, тогда я еще специально их заворачиваю в пищевую пленку, чтобы никакие запахи не проникали из морозилки. И внутри контейнера, и из него просто заворачиваю в пищевую пленку. Вот так. Разрезаю. И вот у нас первая заготовочка на один семейный завтрак. Наши блинчики с начинкой перед заморозкой отправляю в холодильник примерно на полтора часа для охлаждения. Прямо в упаковке. Можно также замораживать блины без начинки. Когда у меня есть время, я готовлю такую большую стопочку. И уже утром, когда, конечно, мы все спешим в садик, в школу, на работу, я просто достаю из разморозки вот эти блины уже готовые, быстро в микроволновку. И получаются блины на завтрак, которые можно при желании с какими-то начинками, со сметаной, с джемом. В общем, прекрасный быстрый завтрак. Делю на две части. Вот первая часть у меня будет блинчиков, вот вторая часть. Тут все очень просто. Я их в пищевую пленку заматываю, так заворачиваю. Но обязательно, обязательно в несколько слоев и плотно, потому что контейнеров круглых для блинов еще пока не сделали, не придумали. Поэтому тут пользуемся пищевой пленкой и оборачиваем, все заворачиваем только ею. Несколько слоев, несколько рядов. Вот этого достаточно. Это наша первая заготовочка. После разморозки будет легко отделить один блинчик от другого. Они будут вот точно такие же, как сейчас здесь, легко отделяться. Главное полностью разморозить. Нельзя замораживать, если изделия из теста еще теплые, блинчики еще теплые. Сначала мы их охладим в холодильнике. Когда я готовлю домашние пирожки, я готовлю их в большем количестве, чем нам нужно на один раз, чтобы часть сразу заморозить. И потом через неделю, когда нам захочется какой-то выпечки, уже не тратить время на дрожжевое тесто, на растойку, а просто достать из морозилки, разморозить, чуть-чуть подогреть, и они будут как свежие. Пирожки замораживаются очень просто. Так как они у нас мягкие, мы их прежде, чем заморозить, сначала поштучно отправим в морозилку на заморозку. Делается это так. У меня такие пластиковые салфетки из Икеи есть. Они очень удобны для заморозки. Также подойдут силиконовые коврики или просто тонкие разделочные доски, желательно не деревянные, желательно, чтобы это были доски пластиковые. Вот мы просто раскладываем пирожки и отправляем в таком виде в морозилку, чтобы они заморозились, а потом уже процесс упаковки. Пирожки уже охлаждены, они не теплые, и их уже можно сразу замораживать. Мы их сначала заморозим, а потом опять отправим в морозилку в уже упакованном виде. Прошло 2 часа, и их уже можно замораживать. И если мы сразу начнем замораживать пирожки, пока они еще мягкие, они помнутся у нас, пока будут храниться. А если мы их приморозили, вот как сделали сейчас, значит, с ними будет все отлично. Итак, уже примороженные немножко пирожки, они твердые, складываем в обычный, в самый обычный пакет. Все. Осталось только завязать пирожки, завязать пакеты и отправить в морозилку уже на более длительное хранение. Ну, в нашей семье они долго не задерживаются. Обычно мы их съедаем в течение недель, двух, трех максимум в течение месяца. Пироги тоже прекрасно переносят заморозку, даже с начинками, в том числе фруктовыми или ягодными. Покажу на примере шарлотки, наверное, самый такой любимый пирог, который готовит почти каждая хозяйка. Вот пирог, который я испекла в мультиварке, то есть выпечка из мультиварки тоже подойдет для заморозки. И мне нужно его заморозить, я его буду замораживать двумя частями с помощью пищевой пленки. На две части делю, чтобы нам хватило на два, например, полдника, на два раза в нашей семье. И очень плотно в несколько слоев пищевой пленки заматываю, чтобы тоже наша шарлотка не пропахла ягодами или другой выпечкой, которая будет рядом храниться. Все это аккуратно и тщательно мы делаем упаковку. Вот такая. Такая у нас заготовочка. Первая. Со второй частью поступаем точно так же. Вот у нас перлок шарлотка. На две части его разделила. Конечно, можно и на большее количество, можно целым куском замораживать, но мне будет так удобно для при разморозке так его использовать. Наша шарлотка почти готова для заморозки. Нужно еще два часа охладить в холодильнике. Хотите больше узнать о том, как замораживать выпечку, например, пиццу, пироги, хлеб, булочки, даже круассаны? Тогда под этим видео в описании есть ссылка, вы по ней переходите, попадаете на страницу, где вы можете подписаться на рассылку и получить таблицу 100 блюд, которые можно заморозить дома. Подписывайтесь на рассылку, узнавайте больше о заморозке и используйте этот метод сохранения вашего времени и сил на кухне. Удачи!